Да и усмотняя контроль за перемещением сельгазтехники в связи с сезонными изменами на дворье и дорожных умов. Державтоинспекторы проверяют водителей и спецтранспорт не только на дорогах региона, но и непосредственно на мих дворах сельско-господарчих предприемств перед началом працонного дня. В рейд отправилась и наша сдымочная бригада. Неприкметная у темы сельско-господарчая техника представляет реальную погрозу на дорогах огольного корыстания. В осень невядома поздно святая и рано темнее. Тому контуры крупногабаритного транспорта и причепов необходимо позначать максимально ярко. Сегодня, как не парадоксально, прикметность сельгазтехники залежится не от заводов и творцы, а от позиции керовника господарки. Необыяковые знаходят гроши на светлоотбивальные стушки и проблесковые маячки. У нас было в 2016 году постановление комиссии областной по безопасности дорожного движения по установке данных маячков на все трактора. Мы эту систему всю выполнили и установили. Я считаю, что это не такие большие затраты для того, чтобы установить этот маячок, и трактор был видимым на дороге. До господарца Брылёва питания не ма. Тут думают про безопасность. Трактор и контуры причепов, колеса, позначенные светлоотбивальными элементами. Вся документация так само по радку, можно отправляться в поле. Такие остановочные выникли в рейдах, да и не частые. Де неде, да и идут инженеры на хитрике, как ухилиться от покарания за порушение техники безопасности. С начала года на территории области выявлено 1180 нарушений, допущенных со стороны водителя механизаторов сельскохозяйственной техники, 86 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 193 водителя, не имеющих права управления, управляли данной техникой. Также к администрационной ответственности привлечено 794 должностных лица, которые допустили к участию в дорожном движении транспортное средство с какими-либо техними исправностями, а также недопущенные к участию в дорожном движении. Так и до трагедии недалеко страшные авары из отдела мсельхазмашин задираются каждый год. Только селета на территории региона отбылось у 45 таких дорожно-транспортных здареньев. У пяти из них потерпели люди. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, Телерадо и компания «Гомель».